Будни эпохи развитого байденизма, а на Манхэттене посреди белого дня застрелили директора United Health, крупнейшего медстраховщика Америки. Случилось это возле отеля Хилтон на 6-й авеню. United Health, 4-я корпорация США в рейтинге Fortune 500 по доходам. Полиция по горячим следам так и не смогла поймать преступника, несмотря на наличие видеокамер везде на Манхэттене. И этот факт как раз-таки удивительный. И даже несмотря на то, что полицейская служба Нью-Йорка переживает тяжелые времена. Я услышал три выстрела, припарковал машину, там слышу три выстрела. А потом, когда я посмотрел, это был мужчина, парень, перешел улицу, а затем убежал. Это был белый мужчина, весь черным, с рюкзаком. Он перебежал улицу, и это все, что я могу вам сказать. Я позвонил 911, но этот парень здесь был на этом углу практически всю ночь. Я безусловно думаю, что это передел в большой Биг Фарме. Здесь что-то серьезное замешано, безусловно, что-то серьезное. Это грустно. Так грустно, что мир сошел с ума и докатился до того, что никто больше не может жить в гармонии. И мне жаль семью погибшего. И не важно, какая у него была работа, не важно, чем он занимался, никто не заслуживает быть убитым. Никто. Рекордное число полицейских нынче увольняется. Сразу 25% правоохранителей намерены в ближайшее время уходить со службы. Сначала для полиции Нью-Йорка ударом стали погромы БЛМ и сокращение бюджета вкупе с пандемией. Затем противостояние с мэрией. Недавно шел в отставку комиссар нью-йоркской полиции Эдвард Кабан. Его уличили в рэкете, он вымогал взятки у заведений малого бизнеса. Расстрел директора United Health это может быть и передел крупного фарм-бизнеса. Кто знает сейчас. Но при всем при этом уровень преступности в Нью-Йорке и сам по себе зашкаливает. Число нападений, ограблений подскочило на 50% за прошлый год. Ну а прокуроры Нью-Йорка заняты бесконечными судебными войнами с Трампом вместо борьбы с реальными преступниками. На мэри Нью-Йорка Эрика Адамса тоже недавно завели уголовное дело за получение взяток от лоббистов Турции и других стран. Городская власть де-факто парализована коррупционными разборками. Пока город наводняют толпы нелегалов, а криминальные банды свободно ородуют там. Полным ходом идет превращение Нью-Йорка в новый Детройт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok